Драгоценный Дух Святой Господь, наша жизнь зависит от слова, которое Ты говоришь нам И мы просим Тебя в этот вечер, говори, Господь, слушает слуга Твой Говори слова, которые меняли бы и преображали нашу жизнь В этом сумасшедшем мире мы хотим слышать голос Твой И хотим иметь Твою сверхъестественную навигацию Господь, веди нас, пусть Слово Твое будет светильником для наших ног Мы не хотим ходить во тьме и спотыкаться Мы хотим ходить во свете и видеть славу Твое Господь, когда будет звучать это слово Пусть Твое исцеляющее помазание проникает И исцеляет тех, кто нуждается Потому что Твое исцеление не в ритуалах Твое исцеление в Слове Твоем Послал Слово и исцелил их И избавил их от могил их Принимай Слово, веруй в Слово И придет Твое персональное исцеление Библия говорит, не ищите того, что вам есть И что вам пить, и что одеться Потому что всего этого ищут язычники, не знающие Живого Господа А вы, прежде всего, ищите Царство Божьего И правды Его, и все остальное приложится То, что Бог прилагает Не делай центральными ценностями Твоей судьбы и жизни Парадокс жизни заключается Что когда ты не просишь, ты получаешь А когда ты просишь, ты не получаешь И здесь мы должны разобраться Когда ты ищешь второстепенное И не ищешь Царство Божьего Увы, вряд ли что-то может получиться Но когда ты, прежде всего, ищешь Царство Божьего Познавая тайны этого Царства Познавая красоту этого Царства Логику Приготавливая свое сердце К тому, что будет происходить в ближайшее время Господь накормит Господь напоит Господь оденет Господь защитит Ищи, прежде всего, Царство Божьего Господь своих не обижает Господь своих не бросает на произвол судьбы Постарайся стать своим Богом И стань согражданом святым Мы сегодня, Господь, хотим отождествляться И хотим быть не просто экскурсантами На территории Царства Божьего Мы не хотим быть просто туристами На территории Царства Твоего Если мы рождены от Бога Если мы сыновья и дочери Твои Мы хотим быть законными гражданами Царства Божьего Не просто временный вид на жительство Но постоянное место жительства Место нашей вечной прописки Это наша Родина И это наш родной дом Господь, я прошу, разбей в нашем сознании Эти твердыни Материалистического Социального Евангелия Я прошу во имя Иисуса Пусть земные ценности сегодня Отойдут в сторону И пусть Твои нетленные сокровища Пусть Твои нетленные откровения Они формируют менталитет Царства Божьего Сыновей и дочерей Твоих наследников Мы любим Тебя Мы поклоняемся Тебе Благодарим Тебя за эту весну Благодарим Тебя за это тепло Которое наступает Благодарим Тебя за смену сезона И благодарим Тебя, что 20-й год Это будет не время потерь Это не будет время нашего ущерба Это будет время Когда наша земля наполнится Познанием славы Господа Как воды наполняют море Драгоценный Дух Святой Я прошу, преломи этот хлеб И пусть эти откровения Они станут нашими Пусть эти откровения Станут нашими личными И готов церковь К Твоему второму пришествию Я прошу во имя Иисуса Христа Пусть это дух ожидания Пусть это отрезвляющие откровения Они, Господь, ставят нас на места И настраивают стези нашего сердца К Тебе Мы любим Тебя Мы благословляем Твое имя И просим Пусть этот вечер Будет в Твоем присутствии Для славы Твоей И во имя Иисуса Христа Амин Я сердечно приветствую всех вас Наш Бог благ Наш Бог милосерд Огромное спасибо Присаживайтесь Смена сезона И что будет В следующий сезон И какие перемены дальше произойдут Когда закончится этот карантин И какие свободы будут Какие страны откроются Какие страны будут еще Закрыты Правительство сейчас сидит и решает Какую степень свободы Предоставить своему народу Я думаю, что на решение нашего правительства Влияет молитва церкви Почему написано Молитесь за начальствующих и властей Для того, чтобы вам проводить жизнь Тихую и безмятежную Бог против мятежей Бог против майданов Бог против революции Потому что, чтобы менять Правительство Чтобы менять Систему Есть более совершенные Духовные Рычаги Когда над израильским народом Во время злобного амана Нависла угроза Никто не выходил с вилами на улицу Никто не громил Магазинов Никто не взрывал Было оружие По страшнее Народ Божий молился Народ Божий Постился А представители народа Божьего Вели Дипломатические переговоры К чему это привело Вы это знаете Поэтому я абсолютно убежден Что когда мы молимся За начальствующих и властей Дух Святой Он контролирует Законодательную власть Он может влиять на совесть Он может влиять на логику Он может влиять даже на решение Он может единую коалицию Расколоть Очень часто Господь Совершал это дело И в стане врагов Вдруг обнаружилось разногласие И они не могли договориться Господь действует многогранно Он премудрый Бог И он знает с кем Как разбираться Во имя спасения Своего собственного народа Поэтому лучше уповать на Бога Чем надеяться на человека Что-то зависит от правительства земного Но окончательно Судьба народа Зависит от правительства небесного Ибо если Бог не защитит народа Напрасно бодрствует страх Поэтому лучше уповать На Господа Нежели надеяться На человека Итак, то, о чем мы сейчас говорим Это промежуточные события Поговорим сегодня о главных событиях И главные события Христос скоро придет Шаги грядущего уже слышны Они все громче Шаги грядущего Содрогающее царство тьмы Шаги грядущего Шаги его великой армии Частью которой К счастью являемся Поговорим И придет Христос И вопрос Насколько мы готовы Если мы даже никогда не рассуждали об этом Вряд ли ты будешь готов Потому что ты не знаешь как Если тебя эта ситуация застает врасплох Ты настоящий лох А Бог говорит Я заранее говорю вам Чтобы вы были готовы Библия говорит Готовые Вошли И дверь закрылась А неготовые Остались снаружи И они говорили тем Расскажите до конца Что вы имели в виду Дайте нам вашего масла А те говорят Вовремя надо было в церковь ходить Вовремя было свои светильники Надо было набирать масла Поздно проводить семинары И проповедовать о втором пришествии Когда второе пришествие уже настопило Всему свое время Время слушать О втором пришествии Время рассуждать Время анализировать себя Время готовиться И время выходить на встречу К грядущему жениху Не дай Бог нам оказаться опоздавшими Недод Диус Ка мэс бусим Ноквейши Всему свое время Слово, которое не приносит пользы Слушающим По одной причине Оно не было растворено верой Запомните Любое событие Которое запланировал Бог И которое для кого-то из нас Было не актуальным Именно это событие Которому мы не подготовлены Оно может принести В нашу жизнь Трагические последствия Поэтому никогда Никогда Не отлагай на завтра То, что ты можешь От Бога получить сегодня Одно дело, когда Мы говорим об объективном событии Пришествие Иисуса Христа А ведь сколько бы В жизни нашей происходит Не объективных событий Когда человек уходит из жизни Умирают люди И дальше начинается вечность Что дальше? Последний удар сердца Последний вздох Последний выдох Что дальше? Каз талак А это страшно Почему многие боятся умирать? Почему для многих смерть Это трагедия Отсутствует откровение Что будет дальше? Каз буст талак О царстве земном кое-что мы узнали А царство Божье Царство небесное Сплошной туман Ирпил нам игла Дух Святой говорит нам Сегодня И сегодня это как Колокольный звон Дерка звану Братья и сестры Друзья Здравуги Пожалуйста Не отодвигайте Эти актуальнейшие темы Которые сегодня Не ожесточите Вашего сердца Пусть Дух Святой Каждому из Пропишет на скрижалях сердец Эти откровения Последнего времени Процесс спасения Спасенных На сегодняшний день Важнее чем Спасение погибших Может быть это будет Резать слух Но я скажу что Бог может спасти За одну секунду Весь народ А вот когда Человек спасен И перед ним Вся жизнь Вот здесь Намного сложнее И Бог желает Чтобы спасение Спасенных Завершилось Триумфально И успешно Амин Ибо если мы Только на этой земле Надеемся на Иисуса Христа Мы несчастнее всех Сынов человеческих Самое важное друзья Это Красиво завершить Достойно завершить Свою жизненную трассу Красиво начинать Никто не помешает Каяться в грехах Освободиться От наркотов Освободиться От грехов Покаяться Вопрос Что дальше Мы все Материально И физически Родились Мне 64 года И за 64 года Кем-то стал В мире Физическом Когда Каждый Нас Родился Свыше Кто-то 30 лет Кто-то 20 лет Кто-то 50 лет А кем Ты стал За эти годы В формате Духовного Существования Формата Младенцы Или мы Повзрослели Если повзрослели А кем Стали Ведь Как думаешь Ты человек Что избежишь Суда Божьего Библия говорит Всем нам Надлежит Явиться Предсудилище Христово Чтобы дать Отчет Что мы Делали На земле Поймите Друзья Не передо мной Не перед ним Не перед тем И другим Но перед Богом Однажды Мы представим Он пригласит нас На кавио Узаисинас 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 Что ты делал Ко ты дарил Там откроются Книги Тур отверсиет Граматас Каждый год Катру году 2017 И все наши События Увеси мусу Нотокуми И все наши Мероприятия Увеси мусу Пасакуми Все наши Делали Виси мусу Дарби И тайные И явные Ганс слепами И все будет там Висбустур Вот в этом Вот На этой странице Чини Лапас Пусе И каждый будет Давать Отчет Отскай Теисис Если бы просто Модель атеизма Она такая легкая Хулиганил Хулиганил Творил безакон Че хотел Творил А потом просто Помер И все Ай какая лафа Так смертью Все не Заканчивается Смертью Все только Начинается Потому что Наша земная Жизнь Это подготовка К вечности Формат Нашей земной Жизни Определит Статус Который мы будем Обладать Вечной Жизни И Бог так Желает Чтобы Спасенные Люди Они Сохранили Этот Высокий Статус Детей Божьих Святых Искупленных Претерпевший До конца Спасется Итак Сегодня Я хотел бы Коснуться Вот такой Грани В процессе Спасения Спасенных И тема Сегодняшней проповеди В руках Его Перед Лицом Его Территория Гарантированного Спасения Нам нужно Знать Как защитить Свой Статус 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 Искупленного Испасенного Человека Если уж Слово Божье Говорит Со страхом И трепетом Совершайте Своё спасение То Вероятно Спасение Это Не пустяк Потому что Дьявол Будет охотиться Не за Твоими Деньгами Дьявол Будет охотиться Не за Твоим Здоровьем Не за Твоим Даже Помазанием Дьявол Будет охотиться За Твоим Спасением И Его Триумф Самый Великий Триумф Сатаны Это Лишить Спасение Спасенного Это Его Мечта Поэтому Кто Думает Что Он Стоит Береги Чтоб Не Узманы Слай Не Буд Крит И Не Всякий Говорящ Господи Господи Водет Царство Небесное Но Исполняющий Волю Отца Небесного Пусть Никто Не Позволит Обмануть Нас Не Позволь Никому Завести Нас В заблуждение Запомни Спасение Спасенное Это Ответственнейший Процесс Длиною В Жизнь И Сегодня Мы Говорим О Территории Гарантированного Спасения Мы Говорим О Спасенных Спасенный Должен Знать Территорию Максимальной Опасности Где он Может Все Потерять И он Должен Знать Территорию Максимальной Защищенности Территорию Гарантированного Спасения Гарант Как Однажды Бусь Шалом Бусь Живущий Под кров Всевышнего Под Сеню Всемогущего Пакоя Места Встреча Изменя Должен Территория Гарантированного Спасения В материальном мире мы знаем свои координаты, свой адрес, знаем территорию максимальной защищенности и знаем на нашей территории, в городе, в нашей стране есть территория максимального риска для нашей жизни. И мы должны знать, где мы живем, беспокоясь о нашей жизни физической, мы выбираем безопасные пути, мы выбираем здоровую пищу, мы не рискуем и не гуляем по крышу, и не заплываем просто куда-то, далеко в море, если ты плавать не умеешь. Инстинкт самосохранения помогает нам ориентироваться в мире физически. Как насчет инстинкта духовного самосохранения? Ведь поверьте, что духовный мир такой же реальный, как и материальный. И в духовном мире есть территория максимальной защищенности, и в духовном мире есть территория максимальной уязвимости. Поэтому мы должны знать, куда мы идем, с кем общаемся. И пусть Бог утвердит в каждом из нас инстинкт духовного самосохранения. Пусть это совесть, освещенная Духом Святой, пусть это подсознание, и Дух Святой подсказывает нам, где нам нужно быть, а где нам быть нельзя. С кем нужно общаться, а с кем нельзя, пусть наше спасение, оно будет на территории максимальной защищенности. Итак, как вы понимаете, как вы понимаете, хотелось бы поговорить сегодня о Божьем присутствии, но только расшифровывая это понимание, что исправно. Я далек от эмоций, только эмоций, я далек от исключительно только переживаний, я за откровением. Итак, тезис, который я хотел в первую очередь вывести внимательно на экран. Главный признак спасения спасенных – это ясное понимание, что ты в его руках. Главный признак и доказательство, что ты спасен – это ясное понимание, что ты в руках Божьих. И что из этих руках тебя никто похитить не может. Божьи руки – они дают тебе ощущение близости. Они дают тебе ощущение безопасности. Они дают тебе ощущение силы и покровительства. Не только принадлежать к церкви. Не только сидеть сейчас друг с другом. Не только проповедовать. Но понимать, что ты в руках Божьих. А если Бог за нас, кто будет против нас? Поговорим о Божьих руках и о тех, кто сокрывается в этих руках. Второзаконие 33,3. Мы говорим о наших духовных координатах. Мы говорим о нашей духовной локации. Где я нахожусь? Где самое безопасное место для спасенного человека? Это его руки. вне руках. И читаем воистину он любит народ свой. Патерьшем он любит сову тату. Все святые его в руках твоей или тавас руках. Как? Все святые. Виси святые. Смотрите, он любит весь народ но в его руках не весь народ но в его руках святые не просто верующие или прихожане. Речь идет о святости. Он любит весь народ но в руках он держит святых точно так же как Бог возлюбил весь мир что отдал что отдал сына своего одинородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную. Он любит весь мир но жизнь вечную дает только тем кто уверовал кури кури ноти цея здесь та же самая логика он любит весь народ но в его руках святые и святые они припали к стопам твоим чтобы внимать словам твой поскольку он святой поэтому подобное соединяется с подобным он никогда не будет держать в руках святых нечистоту и скверну вот почему Господь призывает каждого из нас к святому хочешь быть в его руках постарайся не вызвать у него призгливость подобное соединяется с потопом когда мы говорим о таких супер духовных вещах проверь пожалуйста свою реакцию ты не я беру в руки чистые вещи я беру в свои руки то что то порядочно выглядит а если тебе сейчас дадут дерьмо ты не будешь в руках держать грязь вонь и нечистоту даже если ты иногда вдруг что-то взял и почувствовал что это отвратительно нечистота в твоих руках не будет находиться если это мы как люди таки брезгливые мы говорим что загряз что за дерьмо поверьте друзья он святой и он в своих руках святых святых будет держать святых святых людей это территория гарантированного спасения поэтому Слово Божие говорит что старайтесь иметь мир со всеми и святость без которой никто не увидит Господа он любит всех но в руках он будет держать святых святых здесь написано все святые его в руке твоей они припали к стопам твоим чтобы внимать слова твоим характеристика святых людей когда они чувствуют что это святость объединяет святость это гравитация твоего духа и его это переживание максимальной близости совокупляющейся с блудницей есть один дух с ней а совокупляющейся с Господом есть один дух с ним святость это интим это совокупление это глубочайший опыт который приносит и наслаждение и познание и рождение новых откровений новых проект святые в его руках как они ведут это максимальная благоговение они припалик на ка и они трипеши хотят услышать голос говори Господь говори Господь слушай слугат кунгс клаусас вот территория лук гарантированного спасения поэтому внимания на экран следующая тезис подобная соединяется с подобной в его святых руках святые божьи дети вот эта территория гарантированного спасения святые наше сердце проверя наше сознание парболти мусу абзинь испыта меня божьи парболти мани кунгс изрини на опасном лет с одной стороны быть в его руках это быть максимально защищено с другой стороны страшно в пасть и в руки Бога Живого. Одни и те же руки. Но какие разные ощущения. Давайте поближе сейчас познакомимся. Что такое святость? Хочешь быть в его руках? Очищай себя от всякой скверной плоти и духа. Будьте святы, ибо Господь свят. Все святые его в его руке. Нет, не просто верующие. Не просто все церкви. Не просто все служители. Слово святые здесь важно. Все святые его в руке его. А святость предполагает не только внешний вид и определенную манеру поведения перед людьми гораздо важнее знать святым своя манеру поведения саму узведības манери перед Господом. Та кунга имеют глубочайшую смирение и благоговение они поклонники и припадая к стопам они жаждут новых откровений. Пожалуйста, еще раз послушайте. Определенная манера поведения не перед людьми. Я вот так одет, я скромен, я там не пью, не курю, белочек с руки кормлю, по воскресеньям сюда хожу. Святость — это не то, что ты пытаешься демонстрировать перед людьми. Святость — это твоя идентификация. Это твоя индивидуальная гравитация по отношению к нему. Тебя туда тянет. Ты скучаешь без него. По тебе томится плоть моя. В земле сухой, иссохшей, безводной. Истомилась душа моя. Люди, которые погоду не ходят в церковь, не переживают Святого Духа, не переживают благодати, мне страшно. Святость — это совершенно другой настрой. Это когда тебя тянет, и когда ты без него теряешь смысл в жизни. Еще раз прочитайте этот тезис. Те, кто в руках его, имеют глубочайшее смирение, и благоговение, они поклонники. Когда мы говорим поклонники, поймите, это более категория более широкая и философская. Даже когда ты склонил колени и не признаешься ни слова, ты лицом к земле распростираешься и чувствуешь уют, что тебя накрывает, это такое тяжелое помазание поклонение это признание его величия, его могущество, его силы, его авторитеты, святость. Это не манера поведения перед людьми, это культура царства Божьего. В его руках судьба освященных и посвященных сыновей и дочерей. Если он заповедовал народу своему, не прикасайтесь ни к чему нечистому, то это он говорит только потому, чтобы иметь удовольствие тебя и меня держать в своих руках, обнимать тебя и что-то тебе объяснять. Все святые его в руке твоей. Ну, давайте теперь подробнее рассмотрим, что такое святость в практическом смысле. То есть, давайте постараемся лично для себя ответить на вопрос, что мне делать и как мне достичь такой кондиции, чтобы иметь гарантию, что я буду в его руках. Каким я должен быть, чтобы находиться в его руках и чтобы из этих рук меня никто не смог похитить. Чтобы я познал практически территорию гарантированного спасения. Открываем Иоанну. Яна 10. Это классика. Это просто гениальная формула. Ничего лишнего. Это глубина и практический смысл. Овцы мои слушаются голоса моего. и я знаю их. И они идут за мною. Это первая строчка. Это условие для человека. Для того, чтобы спасенные могли быть спасены. Если ты выполнил первую строчку, вторая гарантирует спасение. Давайте прочитаем. И если вы выполнили первое условие, Иисус говорит, и я даю им жизнь вечную. И не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Первая строчка это то, что мы должны выполнить. А во второй строчке если ты выполнишь то, что там в первой строчке написано, отвечаю, я дам тебе жизнь вечную, и ты не погибнешь. И с моей руки тебя никто никогда не сможет похитить. Итак, что нужно для того, чтобы нам оказаться в его руках и наследовать жизнь вечную. Давайте посмотрим как минимум четыре условия. Давайте исследуем первую строчку. Признаки нашей святости. Что такое святость в практическом смысле слова? Нам нужна святость, чтобы быть в его святых руках. Это условия. Номер один. Во-первых, откровение о том, что мы его овцы, а он наш добрый пастер. Я расшифровую первую строчку. Овцы мои слушаются голоса моего и я знаю их. Вот это тест. Вот это проверочное слово. Откровение, что мы его овцы, а не козлы. Потому что однажды все стадо будет разделено. Овцы будут стоять справа, а козлы будут стоять с лево. Что мне необходимо знать в плане святости? Святость предполагает во-первых откровение о том, что мы овцы его он наш добрый пастер. Овцы мои слушаются голоса моего и я знаю их дальше и они идут за мною. Вот портрет святых людей. Вот в практическом смысле что такое святость. Первое откровение о том, что мы его овцы, а он наш добрый пастер. Номер два глубокое и персональное знакомство взаимные симпатии. Он лично знает нас, а мы лично знаем его. Вот как выглядит святость. персональное и глубокое знакомство мы познакомились и не просто он велик и скрап раскочил взаимные симпатии я полюбил его. А он полюбил меня. Из-за того, что в любви нет страха, милстива не байли, его голос, он будет рожать мое внутреннее когда он меня называет ваиме, он меня все дрожит. Мои икши ави трис манас ави слушают голос ману и за другим они не пойдут. Какое у тебя представление святости? меню? гардероб? внешний вид? Я умоляю, святость это что-то совсем другое. Глубокое и персональное знакомство, взаимные симпатии, он лично знает нас, а я персонально знаю его вино. Номер три. Номер трис. Я уже мы познакомились, и влюбились друг в друг. И мы стали чем-то одним. Я во Христе, а Христос во мне то третий пункт, он просто логически появляется. Способность слышать голос пастыря и отличать его от голосов иных. Способность безошибочно ориентироваться в современном сумасшедшем информационном пространстве. Вот что такое святость. лог. Портрет святых людей, которые в его руках. Вот таких людей он держит и прижимает к своей груди, чтобы они слышали его сердцебиение. Они слышат на ухо. Ты сын мой возлюбленный, в котором мое ускор манер лап спрац касающийся вас. Касаются зеницы ока. Это ты слышишь не извне. это слышишь изнутри. он держит тебя в руках. когда он тебя шепчет на сквозь воды. Они не потопят. Пойдешь ты сквозь око. Он не опалит тебя моя рука которая тебя держит сейчас. Она тебя будет вести по всей жизни. Мы должны узнать вибрацию вибрации его голоса. Виня балзи. Сегодня люди одни то слушают второй третий это многоголосится слышать все что угодно только не голос своего пасты. Господи храня от этого. А номер три это нас тварины антенны суть сыны и дочери Божьи. Четвертая, что очень, на мой взгляд, очень важно, я хочу прокомментировать эту фразу. И они идут за мной. Я сформулировал эти слова следующим образом. Окончательное и бесповоротное решение идти за ним, какой бы цены это не потребовало. Итак, признак нашей святости. Что нам нужно делать, чтобы быть святыми, чтобы, будучи святыми, быть в его руках, и чтобы нас никто не похитил, чтобы, будучи в его руках, как на территории гарантированного спасения, ни одно оружие не сделало нам ущерба. Что нам нужно делать? Повторяю еще раз. Пункт номер один. Получить откровение о том, что мы его овцы, а он наш добрый паст. Второе. Глубокое и персональное знакомство. Взаимные симпатии. Он лично знает нас, а мы лично знаем его. Номер три. Это не просто эмоции, а это информация. Способность слышать голос пастыря и отличать его от голосов иных. Знаете, как вот в Советском Союзе были огромные глушители, чтобы информация из каких-то каналов Голос Америки там ничего глушили, глушили. И только Ицов Информбюро или там и центральные каналы Советского Союза сообщают, слушайте, только этот канал. Железный занавес был вокруг нас. Так может быть на самом деле попросить у Господа чтобы Он окружил нас этими глушителями, которые все живые источники заглушали. А голос Божий был бы от четко отстроенных антенн и гарантирован этот информационный поток от нашего доброго пастыря, чтобы мы не ошиблись, чтобы нас никто не развел. И номер четыре. Когда мы любим Его, когда мы слышим Его, когда мы получили откровение, что Он добрый пастырь, и я ни в чем не буду иметь нужды, что Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, что если даже я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что Его жезл и Его посох они защитят и успокоят меня. Когда ты получаешь такое откровение, обязательно родиться. Это четвертый пункт. Окончательное и бесповоротное решение. Идти за Ним. Что тебе до того? Что тебе до этого? Я принял решение. Я пойду за тобой, куда бы ты не пошел. И вот таким людям он дает жизнь вечную. Вот таким людям он гарантирует, что они никогда не погибнут. Вот у таких людей процесс спасения спасенных завершится триумфально. И никто не сможет их похитить из рук его. Ключевое слово здесь святость и руки Божьи, в которых сокрыты все святые его. Святость отождествляет творение со своим творцом. Святость отождествляет Отца Небесного с Его детьми земными. земель с Барнием. Итак, следующий пункт. Святость ради святости это религия. А святость ради конструктивного сотрудничества с ним это живая вера. Еще раз просмотрим. Кто-то заботится только о состоянии, чтобы чисто было, чтобы все было вылизано, чтобы все было вычищено, святость ради святости. А потом что-то происходит. Вы помните? Трагедия выметенного дома. Бесы вышли. Болезни ушли. Грехи ушли. Выметенный дом. И эти бесы, которые вышли, они ходили по безводным местам. И вы знаете, дьявол тоже реваншист. И бесы, которые вышли, они говорят, пойду-ка, вернусь-ка я в мой дом. И он возвращается и видит. Дом чист. Нам стиль святой. Выметенный. Вычищенный. Но не занятый ни кем и ничем. И он говорит, аааа. Да вы знаете, такие дома это заветная мечта всех бомжей. Вычищенные благоустроенные дома не занятые никем. Там нет хозяина. И он бежит назад берет семь слейших и говорит, идемте, ребята. Я гарантирую. Это наше жилище. Уважаем братья и сестры. Святость. Ради святости. Состояние ради состояния. Это религия, которая закончится трагически. Нам нужна святость. Не ради состояния произвести впечатление на окружающих людей. Нам святость нужна, чтобы оказавшись в его руках, превратиться в послушный инструмент для осуществления его программ и его проектов на этой земле. Амин. Еще раз прочитайте. Святость ради святости. Это религия. А святость ради конструктивного сотрудничества с ним. Это живая вера. Чтобы практически подчеркнуть эту мысль давайте прочитаем Исаия 6 глава. Исаия 6 глава. Святость ради сотрудничества. Если ты не сотрудничаешь с Богом, если ты не понимаешь его промысла, своего жизненного призвания, свои миссии на земле, какая разница в каком состоянии ты находишься. Христа распяли святые люди, праведные люди, которые не пили и не курили, которые выполняли все заповеди. И после первого же служения они Христа чуть не скинули с этой горы. Для чего тебе святость нужна? Да не для того ли, чтобы из рук дьявола, из рук общественного мнения, из рук религиозной системы оказаться в руках Божьих? Что это за ощущения? Мы чуть-чуть попозже разберем, но я хочу сейчас привести иллюстрацию, что такое святость? Ради сотрудничества святой Господь сотрудничает со святыми сыновьями и дочерями. В год смерти царя Озии видел я Господа сидящего на престоле и края риса наполняли храм. И вокруг него стояли серафимы. Серафимы лиднёж пар вино у каждого из них по шести крылу. Двумя закрывал каждый лицо своя. Двумя закрывал ноги своя. Двумя лицо. Узывали они друг к другу и говорили свят 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 Господь совов и вся земля полна славы и полна вино годы свят свят это приготовленные кути для грядущей славы Божьей. Почему Господь говорит будьте свят для определенной цели ваша свят готовит путь для грядущей славы Божьей. И эти ангелы и Серафимы и Херовимы они провозглашали и они говорили свят свят только свят Бог только свят Господь может наполнить нашу землю мусу земли своей великой славы только свят народ который готовит путь святому Богу он может изменить на этой земле весь исторический ход событий и поколебались вверхи врат у слегши памяти тридцей отгласа восклицающих и дом наполнился курением и сказал я пророк говорит горе мне погиб я ибо я человек с нечистами устами и живу среди народа тоже с нечистами устами и глаза мои видели царя господа саваофа в присутствии божьей святости и славы божьей пророк почувствовал себя последним грешником это как в ярком свете ты начинаешь замечать все пятна все сопли все скверны все нечистое что у тебя есть и тебе становится стыдно тебе становится страшно что ты ничто перед этой святостью и он пророк возжелал в нем проснулась страсть я хочу быть святым в присутствии твоей святости я чувствую что мы не можем быть вместе в таком состоянии ты не сможешь прикоснуться ко мне ты не сможешь меня взять на руки я человек с нечистыми мыслями с нечистой совестью я нечист а ты свят что может быть общего между тобою и между мною как Богу нравится это честный взгляд на самого себя и на него он извиню вы знаете как легко решаются вопрос освобождение от родословного проклятия вопрос глубинных тайных грехов грех нослеп и всякая честная если Господь увидит твои сердца реальную практическую страсти к святости не для того чтобы произвести впечатление на кожащих людей а для того чтобы произошло конструктивное сотрудничество то Господь решает эти вопросы за секунду когда пророк заявил по несовместимости состояние его сердца и его славы он венеслав смотрите как легко решает Господь эти вопросы тогда прилетел ко мне один из серафимов и в руке у него был горящий уголь который он взял клещами с жертвенника коснулся уста он сказал вот это как это как и беззакония твои и 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 дальше. И дальше. И дальше. И дальше. Кого? Я послать. Кто? Как бус. Музы веиснесис. И я сказал. От, да. Редди, я. Слати мани. Я мое грехи прощение. Если мое беззаконие удалено. И это происходит. В одну секунду. Не надо 30 лет. Тратить на освобождение от родословного проклятия. Это чушь. Это религиозные манипуляции. Если всерьез хочешь Богу служить. Ангел Божий придет. Возьмет этот уголь. Прикоснется к твоим мозгам. Совести. Твоим устам. И твой грех будет прощ. И твое беззаконие будет удалено от тебя. Если ты сам борешься с твоими грехами. Тебе жизни не хватит. Но если это делает Бог. Блажен человек. У которого Бог. Господь есть Бог. Блажен человек. Чьи беззакония покрыты. И кому Господь не вменит греха. И в чем духе нет лукавства. Мы привыкли к своим технологиям. Примитивным. Которые длятся десятилетиями. А Бог хочет сотрудничать. Со своими святыми. И Он может за один день. За одну секунду. Все поменять. Как вы заметили. Господь дает святость. И помогает человеку. Достичь этой святости. Только ради одной цели. У меня мало работников. У меня мало сотрудников. Болтунов миллионы. Людей которые пиарят себя миллионы. Я хочу найти. Моих делателей. Которые бы готовы были быть в моих руках. Которые бы могли слышать мой голос. Которые могли бы идти моими путями. И которые могли бы идти за мной. И тогда этот человек. Который десять минут назад. Говорил. Погиб я. Ибо я не чистые уста. Нечистые уста. Потому что где-то беззаконие. Но какой-то уголь от жертвы. Бог прикоснулся. Огнем своим. Святость. Не ради святости. Для того чтобы угодить фарисеям. Святость. Ради конструктивного сотрудничества. Во имя спасения своего народа. В сотрудничестве с Богом. Это живая вера. Вот я. Пошли меня. Сегодня Господь задает вопрос. Зачем тебе это святость? В его планах. В его планах. В его программах. В его программах. И в его могущественной силе. Он в верной аспеке. Итак. Следующий пункт. На какой же есть пункт? Главный признак. Главное позаимое. Спасение спасенных. Это практическая святость. Или практическая святость. И святость теоретическая, а теоретическая святость. Практическая. А также ясное понимание, что мы в его руках, Из которых нас уже никто и никогда не пахнет. Потому что, повторяю, если ты имеешь практическую святу, ради сотрудничества и служения ему, своих господь никогда не бросит. Своих сотрудников, он всегда прикроет, и он всегда защитит. Тем прославится Отец, что вы принесете много плода. Вот для чего все это можно. А если твоя машина стоит в гараже, на колодках, и ты чистишь колеса, меняешь масло, и там чистишь какой-то внутренний интерьер. Какая разница, в каком состоянии твоя машина, если она в гараже на колодках, вопрос, куда она поедет, что она будет делать. Вот для чего нужно. Сегодня столько вебинаров, столько семинаров, как поменять состояние, как поменять отношения, как поменять внутреннее настроение. А зачем? Что поменяется на нашей земле? Или это все подпитывает наш индивидуализм? Потому что тебе легче стало, что дальше? Господь хочет тебя взять в свои руки и что-то шепнуть тебе на ухо. И сказать, мне нужны мужчины вырежь и женщины, чтобы Латвия пошла другим путем. мне нужны смелые мужчины, мне нужны смелые мужчины, которые могли идти за мной. Мы так привыкли, что нас пинают, мотивируют. Давайте идите молиться, давайте идти в церковь, да задолбали уже. Это святость, это религия. Никогда пастух не гонит сзади этих овец. Он идёт впереди. Он ищет наш путь. А овцы мои, они слышат голоса. Та сзирит ману бальси. Не дубинал мой слышат. Не пинки мои слышат. Не пинки мои слышат. Они слышат голоса мой. И они за другим не пойдут. Они пойдут со мной. Они скажут мне. Вот о чем он мечтает. Безконечные уговоры. Без головы спиру нашим. Дайте Богу служить. Давайте делать. Слава с Девом дарисим. Святость. Святумс. Это что-то другое. Это сирпоисом кодкастыц. Следующая мысль. На коже от дома. Она пришла мне совсем недавно. Да. Отнаться, мы повисом не сэн. Что? Ка? Все спасенные. Виси глаптия. Святые и посвященные. Святые. Имеют двойную защиту. Виним есть дубль айсардзива. От Летова давайте прочитаем. Ну, там дейли излазим. Яна 10. Яне 10. 29.30. 29.30. Яна 10. Яне 10. 29.30. Я не когда раньше этого не заметил. Я не когда раньше этого не заметил. Я думаю, что это очень важная граница. Я думаю, что это очень важная граница. Отец мой. Манс тавс. Который дал мне их. Касман тавс дэвис. Я не хочу евангелистов без работы здесь. Они на своем месте. Но не от них там все зависит. Все зависит. Виси от тавс. Но тава. Который определяет. Курш. Носака. Кому дать жизнь вечную. И он говорит. Отец мой. Манс тавс. Который дал. Кас. Мне. Манн девис. Их. Винюз. Аказывается. Израдас. Прежде чем. Пирмс. Кому-то. Кадам. Принять спасение. Принимать глабшину. Они договариваются. Вини венойас. Отец. Тавс. Сын. У далс. И отец говорит. У тавс сака. Это стоящее. Тас ир ко варц. Как вы думаете? Кае вы думаете? Великого инквизитора Саула. Лилого инквизитора Саула. Какие евангелисты обрабатывают? Кады и венделости обстрадают. Да его бы похоронили они. Виню обглобату. Но отец. Бетаус. Сказал сын. Тей цедалам. Я тебе. Эстеу. Даю. Дуаду. В команду. Команда. Вот такого игрока. Тадус палатай. Кого? Куру. Вот это? Лук. Виню. Да это же Игил. Дастакир Игилс. Это же. Это же палач. Та сирбэнде. Все поменяется. Весь майний Сес. Все поменяется. Весь майний Сес. Иди навстречу. Эй, претивиням. Иисус. Иисус. Без воли Отца. Без Таева гривес. Некад. Не выходил. Ни к одному. Ненадца на певиена. Грешнику навстречу. Грешнику. Из тех. Но тем. Которых ты дал мне. Ман. Эси девиз. Представьте себе. Стадия этой спрекши. Даже тех учеников. Под тос ма циклюс. Апостолов. Апостолюс. Он говорит. Из тех, которых ты дал мне. Я не погубил никого. Из не в Вену. Не позаудаю. Кроме одного бухгалтера. Из не в Вену. Грамот в этой. Но это была другая история. Так вот смотрите. Дочитаем до конца. Все спасенные люди. Через Иисуса Христа. Это люди. Которых. Отец. Даус. Дау. Дэвис. Сыну. Далам. Отец мой. Которых дал мне их. Ман. Стаус. Кас. Ман. Дэвис. Больше всех. Ирлилакс. Парвисием. И никто не может. Похитить их. Неконевер Израил. Из руки. Отца. Моего. Но. Тава. Руакас. Стихом ранее. Никто не может. Похитить. Этих. Отец. Из моей руки. А. Сноманам. Руакам. А здесь он говорит. Почетвенч Сака. Что никто не может. Похитить их. Из руки. Отца. Моего. Но. Неконевер. Руакам. Ибо я. И отец. Отдой. И. 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 Поэтому следующий тезис. Зафиксируйте. Пусть это меняет наше мировоззрение. И. Обогащает нашу теологию. Прочитайте пожалуйста. Все спасенные. Висеглаптия. Святые. Посвященные. Святые. И. Имеют двойную защиту. Они в руках отца. Вениртав Руакас. Они в руках. Возлюбленного. Сына. Вениреми и лёта. Дал Руакас. Подумать только. Подумая тыка. Иисус говорит. Я иссака. Отец. Таус. Вас. Юс. Подарил мне. Дева ма. У меня есть своя степень защиты. У меня своя секьюрити. Но даже если. Этого недостаточно. Над моими руками. Руки отца. Какая великая гарантия. Какая же привилегия. Подумайте. Самое надежное и безопасное место. Никто не повредит. И никто вас не пощитит. С территорию. Которую защищает. Но территорию. Которую защищает. Отец. Таус. И сын. И Дух Святой. И Дух Святой. Давайте дорожить этим, друзья. Давайте дорожить присутствием Божьим. И близостью. Пусть наша святость. Будет ненадуманной и придуманной. Человеческой и религиозной. Пусть наша святость. Будет практической. И пусть святость. Будет единственным средством. Чтобы быть у Христа в запасах. Чтобы быть у Иисуса в руках. И чтобы слышать. Что говорит Господь. Следующая мысль. Что же значит быть в Его руках. Следующая мысль. Расшифровывает. Само понятие присутствия. Итак. Читаем следующий тезис. Быть в Его руках. Это во-первых. Ощущение. Абсолютной безопасности и защиты. А во-вторых. Это потенциал безграничного развития. Итак. В Его руках. Перед лицом Его. В присутствии Его славы и величия. Слава сумварный бы склад. Следующий тезис. Логически рассуждаем. Логически спрежем. Если мы в Его руках. Мысль. Асам вини руокас. Он не будет нас удалять от себя. Винч не отстумс мусс, но с сэвис. Если мы в Его руках. Я мэсс асам вини руокас. Он будет нас. Винч. Приближать к себе. Винч. Винч. Приближать к себе. Приближать к себе. И мы. По-любому. Начинаем понимать. Саком сапросто. Что мы. Камейс. Будучи в Его руках. Будем вини руокас. Оказываемся перед лицом. Ноклюстом. Его. Вы не ваига прегреша. Потому что. Тапец. И руки. Ган руокас. И лицо. Ган ваигс. Это одноличность. Та и вена персоны. Когда ты что-то в руки берешь. Так, когда ты по ним калкосовас руках. Вот так вот. Да. Ты, скорее всего. Ты дрызак парвису. Внимательно рассматриваешь. Узманывай. Что же ты. Ко? Взял. В руки. И когда Господь. Он так, как тас кунгс. Берет нас. По нему. Свою руку. Он приближает нас. Винч петувина мус. К своему. Лицу. К своему. Ваига. Мой дух трепещет. Он сгарстрис. Вот это интим. Ши интимитация. Это вот приватная шесть. Ши приватная дзида. Это есть территория. Та и. Гарантированного спасения. Гарантированного спасения. Следующий пункт. Руки Божьи. И Божье лицо. Находятся в одном пространстве. В конце концов, это одна личность. Это пространство его личной близости. И присутствие его славы. Винч слава склад бутны. Территория нашого безграничного развития, преображения. Неробежитая сатистива с территорией. Водительство святого духа. Святого гравады. И полноценного сотрудничества с ней. Ну, чтобы практически посмотреть, что это такое. Что значит быть в его руках. По-нозиме, бут вини руками. Перед лицом его. Вини вайга прегшами. А там дыхание. Бет тур ир алба. А там слова. Тур ир варты. А там излучение слов. Тур слава спидумс. Господи. Конкс. Я хочу быть не только на сцене. Бут не только на сцене. С микрофоном. А микрофон руками. Я хочу быть не только на сцене. Моя мечта быть в твоих руках перед лицом твоей и все, что ты говоришь. Чтобы когда ты что-то сказал и спросил бы, кто пойдет, я уже тысячу человек просил. Чтобы пришло дерзновение. Пусть я буду тысячу первого. Я согласен. Я согласен. Я готов. Я готов. Давайте прочитаем. Иеремия 15 глава. Иеремия 15-21. Иеремия 15-21. Если ты обратишься, то я восстановлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим. И если извечешь драгоценное изничтожное, то будешь, как мои уста. Они будут обращаться к тебе. Они ты будешь обращаться к ним. Какие-то условия Господь дает нам. Если ты обратишься. Если ты скинешь с себя все, что тебе мешает. Если ты будешь освящаться, я восстановлю тебя. И дальше. И будешь предстоять перед лицом мои вот максимальная привилегия божьих лидеров, вождей, пророков и служителей. Предстоять перед народом — это одно. А предстоять перед лицом его — это совсем другое. Если обратишься, если исправишь все пути, если возлюбишь меня, они, все сердцы какие-то — я восстановлю тебя. И ты будешь предстоять перед лицом моим. Ты будешь в моих руках. Все святые в моих руках. И ты будешь таким. И ты будешь тас. Ты будешь предстоять перед лицом моим. И когда я тебе что-то буду говорить, ты будешь передавать всему народу. Господь обещал своим святым этот же самый опыт. Что значит предстоять перед лицом твоим? Иисус Христос имел этот опыт. Он говорит, я видел Отца творящего, и я творю, я слышал Отца говорящего, и я говорю, Боже, дай нам, руки Божьи и Божье лицо находятся в одном пространстве. Это пространство, Его присутствие, Его слава. Там нет болтовни, там нет трехчасовых проповедей, там нет пустослови, там нет тукшу варду. Это моя мечта. Это моя мечта. Это моя мечта. Чтобы вкусить, лей бодить, еще глубже, вел дзиляг, территорием, святилищем, быть в Его руках, ощущать, что ты не брошенный, ты не одиночка, что ты в Его руках, и ты перед лицом Его, какой коронавирус, какая истерия, какая холера, какие проблемы, если Бог знает, кто против нас, территория твоего гарантированного спасения будет гарантировать спасение твоему родству, твоим соседям, твоим кайменем, твоему народу. Псалом 26, 8. Сердце мое говорит от тебя. Ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Когда последний раз такие молитвы рождались, мы только про деньги, про питание, про материальные средства, а здесь прочитайте, сердце мое говорит от тебя. Такие молитвы рождает Дух Святой. Он производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Есть молитвы, которые ты инициируешь, а есть молитвы, которые инициируют Дух Святой. И вот как раз это та молитва. Сердце мое говорит от тебя. Ищите лица мое. Эти свидания. Эти любовные свидания. Я же тем, кто возлюбил меня и тем, кого я возлюбил. У тех, кого я возлюбил. Бог хочет встречаться с лицом к лицом. Все святые и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам. Лай дзири 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 тавы тавы. Мои эту тему продолжим. Я сейчас последний стих зачитаю. Мои тему турпинасим. Я сейчас педро панте нолосишу. Мои с кресеньем продолжим. Это богатейшая тема. Мои турпинасим шо тему святой. Та ирбогатый тэма. Даже с предумой. Быть в его руках. Хардумс. Будь вини рукас. Это обоюдное решение. Та сири апусайслаймумс. Решение человека. Целовек ламумс. И решение Божье. Он Диева ламумс. Если ты хранишь себя. Я ту саргас себе. В чистоте и святостей. Ты либо он святума. И соблюдаешь правила игры. Ун явайрос пейлс нотейкомус. Ты останешься в его руках. Ты палыкся вини рукас. Но если ты начнешь скверниться. Но если ты начнешь скверниться в его руках. Господи сбросить. Кунгс номет из тебя. Так же как он сбросил. Ун тихо тапа, как он номет. Луцифера. Луцифера. Второе. Отрас. Если ты будешь вырываться из его руках. Я ту рауси сарану вино рукам. За тобой никто бежать не будет. Тебу пакал не венц не сквер. Насильно мил. Ар бару милец не бузи. Дальше. Талак. Кто-то. Катс. Находится в его руках. Отродц вино рукас. А кто-то от рук отбился. И чувствует, что он по-настоящему теперь свободен. Каждый право имеет право. Но об этом поговорим в следующий раз. И последнее финальное место. Это Иуды, первая глава, 24-25. Могущим уже Соблюсти вас от падения И поставить перед славою своё. И поставить перед славою своё. И не порочными в радости. Единому, премудрому Богу, спасителю нашему. Через Иисуса Христа Господа нашего. Слава и величие, сила и власть Прежде всех веков Ныне И во все веки Амэн Итак В руках его Перед лицом его Территория гарантированного спасения Пусть Бог поможет нам Не потерять Тот статус Который по своей великой милости Он подарил всем нам Давайте закроем глаза и помолимся О, драгоценный Дух Святой Открой нам эти истины до конца Освободи нас от религиозности Освободи нас от всяких заблуждений Господь, нам никто не нужен, кроме Тебя Я прошу Тебя Пусть наша святость станет практической Пусть овцы Твои Слушают голоса Твоего И за другими не пойдут Я прошу, отстрой наши антенны Чтобы мы слышали Твой голос И чтобы никто из нас не стал жертвой Дезинформации И обольщение Дух Святой Дай нам любить Тебя еще плоть Пусть у нас будет взаимная симпатия Взаимная любовь Пусть, Господь, наши сердца Будут наполнены Твоею благодатью Ты влек меня, и я увлечу Пусть гравитация Святого Духа Притягивает нас к Тебе Я прошу во имя Иисуса Защити Наследие Твое И пусть святые люди Будут в Твоих святых руках И пусть они будут послушным инструментом В Твоих руках И все, что Ты скажешь Мы исполним на этой земле О, Господь, всякий мусор Вымети из наших сердец Из наших мозгов Вымети, Господь, все заблуждения И, Господь, пусть сердца наши будут чистыми Потому что чистые сердца Бога узрят Они будут сотрудничать с ним Они будут исполнять Его волю Мы хотим, Господь Быть людьми невнешнего двора Чтобы видеть издалека Твою проходящую славу Я прошу, Господь Сделай нас людьми святилища Чтобы мы предстояли Перед лицом Твоим Чтобы мы видели глаза Твои Чтобы мы, как Моисей, лицом к лицу Как со своим другом Общался с Тобою И потом Его лицо сияло Я прошу, сделай нас Таковыми О, Господь Возьми свой огонь жертвенника Ибо всякое нечестие будет удалено Ибо всякое беззаконие будет удалено Приближай нас к себе Бери нас в руки Очисти нас Чтобы святое соединалось со святым Мы благодарны Тебе за это учение Мы благодарны Тебе за эти откровения Господь И не желая И не желая Благодарим Тебя За этот вечер святого духа За этот вечер Твоей близости Твоей премудрости Твоей откровенности О, Дух Святой Пусть счастливых Детей Твоих станет больше Пусть святых Станет больше Потому что время наступает Когда царством владеют святые Мы поклоняемся Тебе Благодарим Тебя За это благоприятное время Реформируй Твою церковь Преображай, Господь Наше христианство Преображай, Господь Наше лидерство О, Господь Действуй Преображай, Господь Свят, Свят, Свят Свят, Господь И пусть будут Святыми Твои дети Сыновья и дочери И пусть на этой площадке Они встречаются Мы желаем предстоять Перед лицом Твои И пусть меняются Не только наши лица Наши судьбы И судьба нашего народа Мы поклоняемся Тебе Мы превосносим Твое Возьмите сейчас Свою жертву Не уходите Из Божьего присутствия С пустыми руками Пусть Бог Откроет до конца Свои великие планы Свою красоту Но самое главное Пусть овцы Твои Слышат голос Твой И за другими Пусть не пойдут Ибо Ты знаешь их А они знают Тебя Отец дал Их Тебе, Господь И из Твоей руки Нас никто Не сможет похитить Мы благодарны Тебе, Господь За это Халлелуйя Возьмите сейчас Свою жертву Поднимите и скажите Вместе со мной Отец Небесный Я благодарю Тебя За этот вечер Я благодарю Тебя За откровения Твои За откровения Последнего времени Ты преображаешь Церковь И готовишь ее Для этой великой встречи Мы благодарны Тебе За эту ревизию Наших сердец И нашей веры Приди, драгоценный Дух Святой И сделай нас ближе к себе Мы хотим быть не только в Твоих руках Мы хотим быть перед лицом Твоим Чтобы отражать Твою славу Чтобы взирая на славу Господню Преображаться в тот же образ Как от Господня Духа Прими, Господь, наши жертвы И пусть они будут угодны Тебе Во имя Иисуса Христа Аминь Пожалуйста, пустите сокровищницу поряда Те, которые нас смотрят в онлайне Я думаю, что во время служения И все возможности видите Которым вы можете помочь Жертвовать И свою лепту вложить В это уникальное служение В это слово Которое мы распространяем по всему миру Чтобы это услышал каждый человек Который может хоть Немножко почувствовать себя И который хочет приблизить Еще ближе к нашему Господу Спасибо за это слово На самом деле После таких проповедей Не хочется ни о чем говорить Просто хочется обдумать И увидеть, где находишься ты Не потерялся ли ты Находишься ты На самом деле В этих руках Как ты проводишь свою жизнь В пустую Ты бежишь Сам не зная куда Ты, может быть, делаешь дела И устал уже от этих дел Ну что эти за дела Нужны они ли вообще Угодишь ты ли Господу Этими делами Или нет Спасибо за слово Которое открывает И показывает нам путь По которым мы должны двигаться И чтобы не потерять Свои спасения И эта святость Она была на самом деле Видна И практически Чтобы мы двигались И направлялись Церковь Прострем свои руки И помолимся О этих жертвах И как увидел Что ангел Взял Жертву С алтаря Он взял огонь С алтаря И приложил кустам На алтаре Который И находится В этом доме Огонь поддерживает Жертвы Если ты принес Жертву Тогда обязательно Ангел придет В эту ночь В твою жизнь Он коснется Тебя И ты увидишь Перемены Во имя Иисуса Христа Слава Тебе Слава Тебе Великий Бог Я благодарю За каждого человека Который Открывает Свое сердце И который Приносит Жертвы Перед лицо Твое На этом алтаре Чтоб огонь И угли Были здесь Чтоб Господь Эти ангелы Они могли Прийти сюда Взять Эти угли И коснуться Наших жизней Слава Тебе Великий Бог Что Ты Открываешься В нас Что Твоя Слава Она наполняет Нас И святость Твоя Наполняет Наши жизни Что наш Разум Меняется Что наши Сердца Меняются И мы будем Перед лицом Твоим Спасибо Тебе Великий Бог Во имя Иисуса Христа Амин Амин